Весной она была совсем еще щенком, наивным, игривым и милым. Поэтому дети хозяев одной из дач и притащили ее на участок. Все лето дети не спускали с рук Джессику, так они назвали свою новую игрушку. Она получала лакомые кусочки, когда хозяева начинали жарить шашлыки и запекать колбаски на гриле. Преданно заглядывая в глаза, она выпрашивала косточку и даже приносила палку. Джессика считала себя самой счастливой собакой на свете. Ей ведь так повезло, у нее есть семья, теплый дом и вкусная еда. А когда настало время уезжать, дети устроили настоящую истерику. Они не хотели отпускать Джессику, потому что знали, что не каждая бездомная собака может пережить зиму. Даже маленьким детям это было понятно, но их родители были непреклонны. «Мама, ну давай заберем Джессику домой, я сама буду с ней гулять», — сквозь слезы просила десятилетняя девочка. Джессика смотрела ей в глаза, как будто понимая, что речь идет именно о ней, но она еще не знала, что ее уже предали. Собака долго бежала за машиной, пытаясь ее догнать, пока силы не оставили ее. Она с тоской смотрела, как автомобиль хозяев скрылся за поворотом. Она осталась в одиночестве, брошенной бездомной и больше никому не нужной. Она не понимала, почему люди, которых она любила, так поступили с ней. Из дома напротив за отъездом соседей наблюдал Арсений. Он был одним из немногих, кто постоянно жил на даче. Когда Джессика вернулась к своему заколоченному дому, он стоял с топориком над целой кучей дров, которыми планировал отапливать свое жилище. Наблюдая за страданиями собаки, сердце у него защемило. Он не мог спокойно стоять и смотреть, потому вышел на улицу и стал звать собаку. Но Джессика была в полной растерянности и не пошла на зов чужого человека. Поджав хвост, она побежала прочь от когда-то родного для нее дома. Вечером, когда начало темнеть, Арсений заметил, что напротив дома что-то лежит. Он опять вышел на улицу и увидел брошенную собаку. Арсений опять позвал ее. Та послушно встала и пошла к нему во двор. Видимо, почуяла, что здесь для нее нет угрозы. Арсений погладил Джессику по голове. «Сейчас я тебя накормлю», — сказал мужчина. Съев всю кашу, в которой были крупные куски мяса, Джессика не спешила уходить. Мужчина к этому времени уже закончил с дровами и сидел на крыльце. Собака потихоньку подошла к нему и даже отважилась положить морду ему на колени. «Ну что, моя хорошая, бросили тебя, а у меня вот собака недавно умерла, старенькая уже была. Так что для тебя еду всегда найду, не волнуйся», — тихо приговаривал Арсений. «Не бойся, вместе мы с любой бедой справимся. Вот видишь, как бывает, приходит время, и мы становимся никому не нужными. У тебя недавно были хозяева, а у меня когда-то была семья». Джессика смотрела на этого странного мужчину и как будто все понимала, а потом снова положила морду ему на колени. Арсению даже показалось, что на собачьих глазах блестят слезы. Почему-то многие люди не могут понять такую простую вещь, что у животного тоже есть душа и тоже есть чувства. Они, так же, как и человек, испытывают боль, страх и панику. Они страдают и скучают, веселятся и радуются. То, что это животное, не означает, что с ним можно делать все, что захочется. Как-то раз Арсений поехал в город за покупками и взял с собой Джессику. Оставаться одна дома она не любила, а в дороге вела себя очень спокойно, лежала, свернувшись на мягком сиденье. И вот возле торгового центра они случайно столкнулись с бывшими хозяевами брошенной собаки. Дети увидели ее и стали радостно кричать, звать собаку по имени. Но Джессика, посмотрев в их сторону, не тронулась с места. Она обнажила свои острые зубы и злобно зарычала, как будто предупреждала бывших хозяев, чтобы они не приближались к ней. Их родители пытались что-то объяснить, но Арсений даже не стал их слушать, да и говорить что-либо смысла не было. Разве таким людям можно что-то доказать? Он посмотрел на собаку, а потом на ее бывших хозяев и только произнес. Когда дети растут, они берут пример с поступков своих родителей. Пример предательства вы им уже показали. Сделав покупки, они поехали обратно домой. Всю дорогу собака сидела, положив голову на колени своего хозяина. Зима подходила к концу, но морозы стояли сильные. Арсений где-то подхватил сильнейшую простуду. Мужчина, он был крепкий, никогда не болел, поэтому у него в доме даже элементарных лекарств не было. А тут, как назло, жар, кашель и насморк. В общем, свалился с высокой температурой, а вокруг никого, только Джессика преданно заглядывала хозяину в глаза, как будто спрашивала, чем мне тебе помочь. Дом уже несколько дней не отапливался, потому что Арсений даже с постели не мог встать. И все это могло закончиться плохо, воспалением легких. И вот преданная и отважная Джессика пошла искать помощь для своего любимого человека. Она оббежала все пустые дачные дворы, везде было тихо и безжизненно. В километре от их дачного поселка была деревня, в которой находился фельдшерский пункт. Как Джессика могла понять, где искать помощь, неизвестно, но она отчаянно, сквозь мороз и ветер, отправилась именно туда. Она долго и упорно скребла когтями дверь, потом долго лаяла и выла, привлекая к себе внимание людей. Фельдшер Руслан никак не мог понять, что хочет от него эта собака, которая устроила переполох на всю деревню. Он предлагал трясущейся от холода собаке то косточку, то колбасу. Но она категорически отказывалась, пока кто-то из местных не сказал, что это собака Арсения из соседнего дачного поселка. Тогда всем стало понятно, что собака здесь в такую погоду не просто так. Видимо, что-то произошло с ее хозяином, и она просит помощи. Арсения отвезли в больницу с двух сторонней пневмонией, а Джессику на время приютил у себя деревенский фельдшер. Они часто вместе с ней навещали Арсения в больнице, пока он не вернулся домой. Следующим летом бывшие хозяева Джессики так и не приехали в дачный поселок. Они продали дачу, и больше их там никто и никогда не видел. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.